У шестилетней Насти из Фокина редкое заболевание, ей необходимы дорогостоящие лекарства. На нескольких сайтах города появилась информация о больной девочке. СПАСЕНИЕ ДЕВОЧКИ В частности, на одном из очень популярных порталов для мам прозвучала недостоверная информация о бездействии Департамента здравоохранения в части лекарственного обеспечения ребенка с диагнозом атипичный гемолитико-уримический синдром. На самом деле, как только об этой ситуации стало известно, Департаменту здравоохранения было поручено оперативно эту ситуацию урегулировать. Заболевание Насти – одно из самых редких в мире. Его находят лишь у одного из полутора миллионов. Из-за мутации генов любая инфекция, травма или стресс могут стать причиной смерти. Повреждаются все жизненно важные органы. У Насти болезнь проявилась после прививки. 5 января девочку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию первой детской клинической больницы. Врачи смогли поставить правильный диагноз. А 17 января девочки впервые ввели необходимый препарат. И два доктора, потому что только два доктора у нас в крае, владеют этой техникой, в течение почти двух месяцев живут в больнице. С этой девочкой. Делят пополам сутки и возле нее спят. И когда вдруг появляется такой негатив со стороны СМИ, ну, конечно, у медицинских работников мы тоже все люди. У нас тоже бывает иногда, знаете, руки опускаются. На полный курс лечения Насти необходимо 18 миллионов рублей. Собрать такую сумму по добрым людям практически невозможно. На этот раз помогло государство, где о болезни девочки сразу узнали от ее лечащего врача, как это и должно быть в подобных случаях. Сегодня, да, она получает 5 дозу препарата. Но пока, то есть первое введение никак на состояние ребенка пока никак не отразилось. Сохраняется точная недостаточность у нее. И гипертонзионный синдром сохраняется. Имела ли право мать Насти просить деньги на лечение дочери в соцсетях, сказать однозначно нельзя. Ведь ее просьба о помощи появилась там гораздо раньше, чем свою руку помощи протянуло государство. Люди из соцсетей на беду шестилетней девочки откликнулись гораздо раньше. Анна Бережная, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом.